Я даже не знаю, как сформулировать. Любви к Путину. Не, не любви к Путину. Почему я люблю Путину? Нет, пределы устойчивости мировой финансовой системы, но это лишь водная минута 50, а любви к Путину оставшиеся 10 минут. Вот так вот. Ну, иначе не понять связь между финансовой системой США и Путиным. А если не к вашей системе? А? Что-то тогда сразу, источники вашей информации на основании... Устав, да. На основании каких из... Документы ООН. Устав МВФ и Устав Всемирного банка. Но это международная организация, это не финансовая система Соединенных Штатов. Как раз так. Это международная организация. Нет, ну я предлагаю... Нет, вы отличаете финансовую систему Соединенных Штатов и международную организацию или нет? Нет, они никак не различаются. То есть вы не различаете, да? Ну, это ваше, так сказать, точка зрения. Ну, это мной... Все, что сейчас я расскажу, было мной подчеркнуто из документов ООН. Вот и так, начнем. Значит, первое, что надо, это понять, что такое денежная масса. Вот если у каждого человека... Так вот, схематично. Ну и представим, что их много, этих человечков. Вот. У каждого кармашек, там денежки. Вот. Так вот, если деньги всех людей собрать в одном месте... На личных? Нет, не на вечно. На наличных? На наличных, да. На время рассмотрения, да. Вот. Собрать в одно место, то мы получим денежную массу. М-ноль. М-ноль, да. Ну вот, ну сюда относятся не только наличные деньги, но и счета до востребования. Это дебетовые карточки. Нет, если счета до востребования, дебетовые карточки. Дебетовые это М-ноль. А? М-ноль. Ну да, М-ноль, М-ноль. Ну в принципе у них, они по признаку ликвидности. Ну, это не одно, потому что в штатах, например, наличные деньги, как суммы дебетовых карточек, процентов 20. Так много? Я думаю, даже это очень много. Ну, нет, это не счета, если еще счета... Нет, ну почему зарплатные карточки, почему? Они же дебетовые, не кредитовые. Почему это не? Я просто думал, что наличности у них еще меньше, чем 20%. Ну, 20% от этого. Это еще, мы еще не рассматривали срочные вклады и вклады. А! Сберегательные вклады. Нет, срочные вклады вообще рассматривать не будем. Ну, я предлагаю, чтобы положиться в 50 минут. Нет, срочные вклады это М-2, а сберегательные вклады это М-3. А бывает еще М-4, но это уже извлечение. Вот, поехали. Значит, есть в ней некий, ну, для простоты бассейн, вот, в котором влечется наша денежная масса. Вот, то есть вот такая вот. Ну, можно рассмотреть, это типа жидкость. Вот. Ну, вот ее уровень. Вот. Деньги в состав денежной массы поступают из ФРС, только и исключительно, и только и исключительно с размещением кредита, больше никак. Так было с 1976 года, и решение тут было принято на Ямайской конференции Международного валютного фонда. Это вот как раз вот это. А я-то думал, что когда ты напечатал когда-то давно долларов в наличную денежную массу, так она как в экономике болтается. Не, ну здесь не, не, а сейчас увидим, да, насколько она может болтаться. Вот. С 1976 года, с лета, в соответствии с британорусской системой, с 1976 года, она не действует. Вот. С того момента у нас теперь мы живем при Ямайской денежной системе. И деньги в состав денежной массы поступают в виде кредита, только и исключительно. Причем кредит имитирует ФРС. Вот. Ну, в России тут принято все черной краской мазать. Вот. И ФРС у нас такой и будет, черненький. Вот. Каким способом поступает? С размещением кредита. То есть, ну, поскольку я мастер участка теплосети, у меня все с тугами просто и жидкостями. Значит, поступает он вот так вот. То есть, отсюда течет жидкость и попадает в состав денежной массы. Вот. Ну, вернее, поток денег течет сюда, наличных, попадает в состав денежной массы. Попадает он вместе с размещенным кредитом. Кредит регулируется процентной ставкой. Ну, здесь вот будет у нас просто крантик. То есть, поджимаем, меньше течет, вот, открываем, больше течет. Вот. Таким вот способом поступает в состав денежной массы новые деньги. Ну, это когда поступает как? Просто аппликации эти? Нет. Тут никаких аппликаций нет. Когда люди обращаются в банк за кредитом. Так. Ну, вот. Банк... Ну, здесь для... Тогда давайте все удлиним. Тогда банковскую систему надо еще нарисовать. Вот наша денежная масса. Между... Между непосредственными потребителями и ФРС еще присутствует банковская система. Да, присутствует. Вот такую мы ее нарисуем. Ну, вот. Это банковская система. Ну, и как все знают, Михаил Хазин об этом много рассказывал, вместе с размещением кредита в банковской системе денежная масса мультиплицируется. То есть, работает некий мультипликатор. Ну, бывает от 5 до 20 где-то с коэффициентом. Вот в таких вот пределах она меняется. То есть, как только в состав денежной массы вводится 1 доллар, банковская система генерируется от 5 до 20 долларов. Вот. И почему-то все обращают внимание на мультипликатор, но никто не обращает внимание на демультипликатор. И, собственно, почему я не хочу... Нет, подожди. Давай этот вопрос действительно проясним. Как, по моим представлениям, выдается кредит? Может, ты это по-другому скажешь? Вот у них у всех знаменитые золотые платильные карточки на западе есть, да? Мы все их знаем. Кредитные. Да, кредитные. То, что мы это... На 250 тысяч евро, на 250 тысяч долларов и так далее. Как это происходит? Это раньше, до последних событий. Для того, чтобы выдать такой кредит кому-то, да? Банк должен был зарезервировать на счету ФРС девятую часть. Ну, да. Не, ну там это устанавливает ФРС. То есть он дает 25 тысяч, он резервирует, значит, тихонечко. И человек получает кредит на 250 тысяч. Важно понимать, что в этом случае, что сумма этого кредита, 250 тысяч, не входит ни в один денежный агрегат. Правильно? Почему? Просто кредиты, кредиты, кредитные агрегаты, денежный агрегат не входит. Я здесь ошибаюсь. Давайте рассмотрим теперь банковскую систему, как они... Просто по моим представлениям, это так или нет? Сейчас рассмотрим. Давайте рассмотрим банковскую систему, состоящую из одного единственного банка. Как только... Нет, для чего это я говорил? Потому что здесь есть пример банковского мультипликатора. Потому что банковский банк, используя 10% средств, то есть 25 тысяч, выдал кредит на 250 тысяч. Да, совершенно правильно. А почему он так делает? Все остальные 250 тысяч. Это деньги... Хорошо, да, понял. Значит, давайте рассмотрим банковскую систему для простоты, состоящую из одного единственного банка. Да. Вот, значит, банк берет у ФРС, допустим, 100 тысяч долларов, резервирует там 10 тысяч долларов. Да. Вот. А и у него фактически на счету находится, хотя и у него и находится, но его денег, он может распределиться 10 тысячами долларов, да? Из-за того, что это один единственный банк, ну, в рассмотрении это там... Значит, он может выдать кредиты нескольким лицам. Правильно? Вот одному, второму, третьему, пятому и так далее. Теперь, друг между другом они осуществляют платежи. Ну, это обычные агенты экономические. Так как они это делают в пределах одного единственного банка, все, что там происходит в этом одном единственном банке, это переложить с одного счета на другой. Но это все в пределах одного единственного банка. Собственно, это и причина в том, что когда, значит, когда Гераченко сняли, у нас был кто это? Татьяна Парамонова и Сергей Дубининов. Вот это два председателя Центрального банка России, которые боролись с карманными банками. Почему они с ними боролись? В том случае, если у вас есть карманный банк, то он обслуживает только одного единственного клиента. То есть вот эти все исчезают. И банковская система не выполняет функцию мультиплицирования. То есть он, 10 тысяч долларов у него есть, он 10 тысяч долларов и раздаст. Ну, потому что один единственный клиент. В том случае, когда у вас у банка разветвленная сеть фериалов, все, что там происходит... Нет, подожди. У него в банке есть 10 тысяч долларов. Он, значит, может дать кредит на 100 тысяч долларов. Так ведь? Да, может дать. На 100 тысяч он может дать. Но почему он может дать? Потому что он 10 тысяч долларов, вот смотрите, он может обслужить целую кучу клиентов. Нет, почему кучу клиентов? Они будут переходить... Это точно одного. Это точно одного. Статистически усредняется в большом системе. Только что у нас вот долбанула здесь в городе есть крупная строительная компания. Строительная компания город, знаете, да? Игорь, ну если мы сейчас строительство еще будем забирать? Нет, просто особенность там была, что было у них, у собственников этой строительной компании, было два банка. И эти два банка сами себя, то есть строительную компанию финансировали с этим самым мультипликатором. И когда у них отобрали лицензию, по каким-то причинам, то в результате... Это все нормально. Так дело-то в том, что один единственный карманный банк или множество карманных банков, они снижают не свой кредитный мультипликатор, банковский мультипликатор, а общий в экономике мультипликатор. Вот и все. Я просто не очень понимаю, почему они его снижают. Кто понимает? Ну если... Что знаю? Если я перекладываю из одного кармана деньги в другой карман денег, количество денег у меня меняется как-либо... Так я же рассказываю, что проблема состоит не в том, что... Причем мой банковский мультипликатор работает. Потому что ты, то есть банк, выступает посредником между ФРС, то есть между Центробанком, и клиентом. имея на счету своих 10% своих денег, 10% денег собственно... Давайте пока... Сейчас, Игорь, сейчас будет разговор на 50 минут только о банковском мультипликаторе. Давайте от него отключемся, а вот... Кредит на миллион. Я просто предложу, можно говорить сейчас совсем не об этом. Вот, я вам предложу просто аргумент, который позволяет исключить из рассмотрения вообще банковскую систему и банковский мультипликатор. Почему? К простой причине. Потому что размещается кредит под проценты на срок, вот, и этот же кредит потом погашается. То есть выглядит это как труба, проходящая, выходящая из-за низа к бассейну, в котором плечется наша денежная масса, проходит... То есть вот так вот у нас. Вот так вот поступает, вот так вот уходит. Точно так же он проходит банковскую систему и возвращается в ФРС. Деньги. Вот. При размещении работает банковский мультипликатор, а при погашении кредита работает банковский демультипликатор. И вот это вот всегда из рассмотрения вообще исключается. И поскольку эта операция симметричная, размещение и погашение кредита, поэтому я предлагаю из дальнейшего рассмотрения банковскую систему исключить начисто. Ну вот, непонятно. То есть если здесь работает один из двадцати, допустим? Все равно непонятно. Ну, даже чисто физически. Есть у меня там миллиард долларов налички. Вот он миллиард долларов налички в экономике. Игорь, ну это очень долго объяснять, как работает этот мультипликатор. Это не цель моя сегодня. Нет, я понимаю. Давайте в следующий раз. Просто простая вещь. Есть миллиард долларов налички. Причем здесь ФРС? Он как был, так лежит в экономике. Почему? А у кого это миллиард долларов? У банка? У населения. Ну, и у населения. Вот он и болтается. Мирок, откуда он взялся? Он взялся только из ФРС вместе с размещением кредита. Когда-то давно. Когда-то его давно напечатали. Вот этот миллиард здесь и болтается. Да, и тоже не так все просто. Помимо размещения кредита, опять же, существует погашение кредита. И денежная масса, ее колебания, есть динамическая разница между размещением кредита и погашением кредита. Нет, ну просто разрушение. Я ничего, я никак не могу понять. Ты только что говорил о денежном укрегате М1 и М0. Ну я предлагаю рассматривать сейчас только М0. Какое имеет отношение к кредиту? Какое имеет отношение? Они появляются. Наличные деньги появляются в составе денежной массы вместе с размещением кредита. Больше никак. Денежный агрегататор М0 появляется в составе денежной массы в виде посредством размещения кредита. А вот безналичные деньги. Я могу уже превратить наличные деньги. Мне этот ФРС это сделает без какого-либо кредита. Я пришел, притащил платежи на миллиард долларов. Хорошо, нормально. Это самсунг пришла и говорит, дайте мне по одному центру. Игорь, Игорь. Вот это вот Игорь Данилов, да? Он что-то отправил кому-то. А кто-то отправил еще кому-то. Да. Что-нибудь в составе денежной массы изменилось? Ничего. Ничего не изменилось. Поэтому смысл это как это? Интегральный показатель. Здесь перемещение денег из кармана в карман не имеет никакого значения. Потому что все это происходит в составе единой денежной массы. Вне ее ничего нет. Есть только вот она. Все. Жень просто имеет в виду возможность, что только те деньги, которые у нас появляются. А те, которые деньги вращаются, они однажды были залиты, они вращаются и вращаются. Ну нет. Даже как деньги наращиваются. Вот это дело, что говорить не это. Потому что говорить... Ну давайте я сам скажу. Да. Ладно? Нет, но есть действительно, есть два контура. Контура, которая наращивает деньги, и контур внутри, который вращается, деньги переходят из рук в руки. Нет. Работа экономики это вот здесь. Это вот от одного субъекта, к другому. И здесь вот... Ну и в принципе здесь экономическая активность это все равно, что температура, да? Ну, в жидкости. То есть скорость движения частиц. Здесь не о том совсем речь. Но речь о денежной массе. И ее источники и пределах ее колебания. Денежная масса на каждый данный момент есть динамическая разница между размещенным кредитом и погашаемым кредитом. Все, ни более, ни менее. При среднем времени оборота в Америке кредита 8 лет и в общем объеме этого кредита 50 миллиардов долларов это получается где-то у нас 8 на 12, 96 месяцев и ее разделить на 50. Допустим, 100 месяцев. А, на 5, да. Да, да, 100 месяцев. Вот у нас получается, что ежемесячно из состава денежной массы давайте посчитаем, как это будет. Значит, 50 триллионов долларов это совокупный кредит в любой данный момент. Скорость обращения 8 лет. 8 лет это 96 месяцев. Значит, в месяц это надо 50 триллионов делить на 96, да? Да, ну да, подобное приблизительно 500 миллиардов. Да, 500 миллиардов, да. Вот. 500 миллиардов долларов каждый месяц у нас уходит из состава денежной массы в ФРС. Согласны, да? Не согласен. Как это нет? А как иначе? Ну, что это вот? Это показали. Заряки с наличкой едут в ФРС? Совершенно верно, да. Не, а все очень просто. Заряки с наличкой в ФРС не едут. Вот. Я не понимаю, ну, вот если там масс вращается, что значит выбывание? Это старые купюры выбывают? Что за труба снизу? Ну, ну... А там новые купюры? Или отчего наличия? Ну, давайте только простоты опять. Кредиты отдаются безналичные. То есть, они вращаются вот между банком и ФРС. Того вот вращаются. А вот туда они не попадают? Кредиты. Как-то они попадают. Они попадают, конечно. Нет. Ну, как они попадают? Нет. Давайте начнем. Давайте начнем. Как М1, и 0 не имеют никакого отношения. Да. Давайте начнем с... Нет, прямое отношение имеют. Ну, как? Как они имеют прямое отношение-то? Все с 0 идет. С наличных денег. А дальше уже через банковскую систему, через мультипликаторы. Здесь уже это умножается на мультипликатор. И у нас... Совершенно непонятно. Вот с такой... С такой пришлёте с собой система вообще без налога. Без наличных денег. Ну, давайте Америку пока посмотрим. Ну. Ну, значит... Как размещается кредит? У них там 7 процентов, я даже посмотрю. 7 процентов в этом два. Всяк, желающий получить кредит, приходит в банк, и в обмен на кредит он заключает, во-первых, кредитный договор. Одним из пунктов которых является график погашения как тела кредита, так и проценты по нему. Это первое. И второе – это договор залога. То есть, при условии невозможности возвращения кредита в пользу банка отчуждается имущество, под которое было выдан этот кредит. Других причин для выдачи кредита нету. Вернее, других условий при выдаче кредита нету. Всегда существует залог. Но самый простой – это имущественный залог. Посложнее – это залог подстрахования жизни. То есть, если человек хочет взять потребительский кредит, но у него нет ничего, он идет в страховую компанию, заключает договор на страхование жизни, стандарт американский – это 100 тысяч долларов для выпускника колледжа. И за эти, ну не за 100 тысяч, с некоторым дисконтом, может претендовать на 80 тысяч долларов кредита в обмен на право отчуждения страховой премии в пользу банка в случае утраты трудоспособности жизни и так далее. Причем тут молчаливо исходит из того, что если человек не будет работать, то он умрет. Ну а поскольку он умрет, то в пользу банка будут отчуждены страховая премия. Вот и все. То есть, банк ни в коем случае не может оказаться в обстоятельствах невозможности погашения кредита. По простой причине. Есть только залог, не обеспеченец. Да, вот это самое важное. Вот, то есть, когда отчуждается кредит, когда экономика нормально работает, если кредит не выплачивается, имущество, заложенное в банку, поступает на рынок, вот, и предъявляется спрос на доллары в обмен на имущество. Ну и, соответственно, поскольку должник должен банку эти деньги, а банк, соответственно, ФРС, то вот так вот эта система всей работает. Все это назад уходит по-любому. Вот. И вот смотрим, значит, 500 миллиардов долларов в месяц это ежемесячный объем выводимых из состава денежной массы средств в ФРС. Вот, то есть, для того, чтобы стабильность денежной массы поддерживалась неотносительно постоянным... Кстати, ФРС, наверное, не совсем деньги покупает, он покупает облигации. Сейчас да, облигации это я делаю. Не, покупает бумаги. Маличное право имитирования наличной валюты принадлежит только ФРС. И оно у него бесконечное. ФРС может имитировать бесконечное количество денег. Но здесь разница очень большая. Это путаница между нашими представлениями повседневными. То есть, мы, обладая деньгами, можем их потратить на что угодно. Правильно? И платой за то, что мы их можем потратить на что угодно, является ограниченность количества денег в наших руках. Вот. У ФРС ситуация обратная. У него количество денег не ограниченное, но сильно ограниченное право на направление на направление их имитирования. Первое, это кредит. А второе, это выкуп на вторичном рынке облигаций госдолга США. Дальше, да. Вот, больше не нашло. Только госдолга. Только госдолга. Ну, это до куе еще дойдем. До, это сейчас мы рассмотрим ситуацию до сентября 2008 года. До этого, в соответствии с уставом МВФ и Всемирного банка, ФРС имела право имитировать доллары только вместе с кредитом и с выкупом облигаций долга США. Все, больше никак. И только поэтому ФРС имеет право их имитировать бесконечное количество, но эта бесконечность, она потенциальна. Вот, актуальной она никогда не может быть. Вот, теперь смотрим, значит, 500 миллиардов долларов в месяц выводимых наличных денег из состава денежной массы, минуя банковскую систему с ее демультипликатором. То есть, каждый доллар отсюда уходя, уносит отсюда кредит, ну, там, зависимо от того, какого значения мультипликатора, ну, от 5 до 20. От 5 до 20 долларов кредит-то, собственно, из экономики выводится. Вот, таким образом, чтобы сохранить постоянство денежной массы и уровень кредитования в экономике в целом, надо на не меньшее, чем 500 миллиардов долларов количество денег размещать кредитов ежемесячно. Вот. Ну, и здесь еще существует такая проблема, как процент. То есть, больше, чем 500 миллиардов долларов. То есть, это выводимое плюс процент некий. Ну, потому что размещается все под процент. Понятно, да? Да, если... Ну, нормально, конечно, да. Если количество размещения... Количество размещаемого кредита будет равно количеству погашаемого кредита, то, медленно, но верно, денежная масса сократится в нуле. Просто она исчезнет. Просто за счет того, что процент существует. Вот. Ну, и поэтому, даже в нормальных условиях размещение кредита должно превышать погашение кредита. Только для того, чтобы... Это же тоже не совсем так. Денежную массу поддерживать на постоянном уровне. Это просто означает, что у тебя будет бескредитная экономика. Но из этого не следует, что у тебя... Она будет же пребывная, прежде всего. Нет, а то, что у тебя денежная масса сохранится... Каким образом у нас? Любая по всеми временем до... Она может быть нулевой. До 40... Ну, в большинстве стран мира до 40-х, 50-х годов экономика была бескредитная. У нас в России была бескредитная экономика в 90-х годах. Ну, давайте эту систему рассмотрим, потому что бесконечный разговор будет. Вот сейчас ямайская денежная система, и все. Вот. Теперь. Значит, количество денег в экономике, в наличных денег на август 2008-го года было 700 миллиардов долларов. Всего лишь. Вот. То есть вот здесь вот болталось где-то 700 миллиардов долларов. Ну, и таким образом это где-то за... Сколько? Полностью в отсутствии размещения кредита вся денежная масса утекала где-то за 5,5 недель. Если бы не было размещения кредита, то денежная масса вся исчезла, по-любому, за 5-6 недель. И именно такая ситуация сложилась в начале сентября, ну и к середине сентября 2008-го года она стала всем явной. Тогда, помните, да, Лемон Бразерс рухнул, и все банки прекратили кредитование в Америке. То есть как раз вот тот самый случай. вот именно для таких вот ситуаций предусмотрено второе направление имитирования денег ФРС. это выкуп на открытом рынке обликации госдолга США. Причем, что значит открытый рынок? Это рынок вторичный. То есть попросту... Так 800 миллиардов это именно наличка. Это наличка, да, это не было. Так он какое отношение к ГРД даже не М4? Почему? Это и есть М0. Это не М0. Так что же это? Ну, не М0. Саша уже говорил, там грузовики наличкой не есть. Нет, нет. Здесь действительно большая путаница между наличкой и деньгами в экономике обращается. Деньги экономики вот они. Почему я предложил их исключить рассмотрением? Потому что на размещении он мультиплицируется, а при погашении демультиплицируется. Поэтому давайте мы экономики все отправим. И засмотрение... Просто все деньги, которые появляются через кредит, вот через вот эту самую ситуацию, это даже не М4. Это значительно будет другое... Это наличные деньги, Игорь. Это не наличные деньги. Нет, Игорь, давайте я попробую объяснить. На самом деле, конечно, предприятия берут кредиты, но все кредиты предприятия переложены на конечного потребителя. Ну что? Но биток стоим с товара. Это означает, нужно отказаться от рассмотрения кредитов предприятия и рассматривать только конечные деньги, которые возникли с потребителями. А суда как будто не появляются. А срочные склады, а сберегательные вклады населения. Ты получил это дело? Так у тебя появились деньги. Игорь, Игорь, я взял эти деньги, отнес в банк и положил на 3 месяца. Все правильно. Нет, Игорь, и все правильно. И они находятся где? В банковской системе. А в банковской системе деньги откуда берутся и куда они попадают? И опять же, откуда они опять берутся и куда они опять попадают? Везде циклы. Нет, не терпаем. Подожди, не торопись. Не торопись. Две агерации симметричные. Абсолютно. Нет, нет, нет. Это вообще не важно. Если у нас везде циклы, то нам надо смотреть только конечного потребителя, который товар потребляет. Не который его продает дальше по циклу пускай, а который потребляет. И только они на самом деле являются как бы вот оплачивателем кредитов. Конечным. Потому что он взял, он уже дальше никуда его не берет, он уже потребляет и все. И он конечный потребитель, который оплачивает все налоги, все кредиты, все оплачивают. Все затраты запнулись на него. Вот я тебе еще раз... Подожди, а предприятия, они по кругу. Если про продажную организацию, они отдали по кругу. Вот у тебя конечный потребитель, он получил какую-то деньгу какую-то небольшую, тысячу долларов. И он не делал с качества налички, я положил внутри месяца. Игорь, сейчас вы как раз не говорите. просто немножко про деньги наличные. Так вот в чем здесь дело-то? Женя-то как раз говорит, что вот эти 500 тысяч это тот самый наличная масса. Это не так. Наличная масса. 600 миллиардов. Неналичная масса. Это даже не М4. Не возит ни кто крузовики. Давайте так сначала, вот безналичную массу. Как образуется безналичная масса? Безналичная только из наличной. Из наличной. Нет, подождите. Как это безналичная? Дело не может. Безналичная. Через мультипликатор она образуется. Из наличной в том-то дело. Поэтому это ноль. Это самое главное. Это денежная база. Почему наличная? Все остальные образуются из наличных денег. В банковской системе. Через мультипликатор. Что тут непонятного-то? Ну? А поскольку у мультипликаторов просто противостоит демультипликатор, я предлагаю исключить из наличной машины. Оно продолгое. Обычно у тебя есть. Проходя через маркерскую систему. Все. А Через 100 еще. А почему? Наличка как у тебя была, она есть в пачках лежит. Она через маркерскую систему не проходит. Совсем. Почему не проходит? Ну ты в магазине заплатил. Ну вот и так далее. Ну и что, приехал в розыгрاخ и внес это все в банк? Наличка впадает в банк. Потом их аппарат... Попадает в банк. Попадает. Понятно, что там и так... Вот там... Но не через это. Очень правильно. Не через это тоже. То есть из банка же опять выдали ее. Я пришел и выдал. А именно банк, она... Все правильно. Затрутите ее здесь сколько угодно. Все циклические процессы мы исключаем, потому что они зациклены. Мы рассматриваем конечные процессы. Да, у них баланс равный. Что-то выходит и зацикливается. Зацикливается, все понятно. А вот на этом, вот на этом, вот здесь вот. Вот здесь вот как раз разница. Это у вас врат кредита. В виде чего? В виде денег, да. Наличку везут прямо? Не, ну наличку не везут. Ну так почему? Ну так вот, я говорю, не везут. Это наличка вот там. Вот наличка, 500 биллионов, это у тебя бездарна. Ну по-другому это корсчета еще в банке, в центральном банке. Ну что тут непонятного-то? Тем не менее, это разные деньги тебе. Почему? Корсчета соответствуют денежной базе, денежной массе. Денежной массе, в смысле? Давай дослушаем. Ну это уже бухгалтерия, на кой она нужна? Давайте еще раз. Нет, еще раз не надо, просто можно продолжить. До конца. Игорь Сморковский высказал, потом об этом обдумаем. Давайте дальше двинемся. Поскольку в банческой системе при размещении кредита деньги мультиплицируются, а при погашении демультиплицируются, давайте исключим банковскую систему из-за рассмотрения. Все. Не только банковскую систему, а все цифры исключения. Вы просто это имейте в виду, тут несколько некорректно вы называли. Банковская система Соединенных Штатов Америки состоит из центрального банка под названием Федеральная резервная система, которая в свою очередь состоит из 12 банков. Можно считать, что это один государственный банк. И коммерческих банков. То есть черненьким и красненьким, что нарисовано, вот это называется банковская система. Да, все правильно. Да. И поэтому, а вы несколько раз упоминали, что нам исключить банковскую систему. Ну это вопрос в терминах. Давайте, оставим здесь только поток на личный. Подожди, минуточку. Значит, если вы говорите корректно, то тогда вы говорите, я исключаю из своих рассуждений коммерческие банки. Коммерческие банки, да. А, они банковские системы. И инвестиционные. Понятно, да? Да. То есть я исключаю все банки, кроме ФРС. ФРС это часть банковской системы. Просто вы, ну, корректно. Так надо, я бы, некорректно говорить. Вот, теперь, значит, так, еще, что самое главное я не отметил. Значит, функция ФРС состоит в том, чтобы поддерживать постоянство объема денежной массы. То есть у него существует некоторое представление о минимальном объеме денежной массы и максимальном объеме денежной массы. Вот. То есть вот в этих пределах денежная масса может колебаться. Значит, регулирование количества денег в экономике двумя способами осуществляется. Первое – это кредитная ставка, ну, ставка рефинансирования, которая устанавливается как раз вот на заседаниях этого ФРС. Вот. То есть тут тоже дело нехитрое. Если мы процент снижаем, то поток из этой трубы становится больше, и денежная масса стремится вверх. Вот. Ну, соответственно, если мы зажимаем, денежная масса стремится вниз. И вот таким вот образом она в этих пределах колеблется. И рассмотрим вот еще раз. Вернемся сейчас к событиям 2008 года. Тогда объем денежной массы составлял 700 миллиардов долларов, ежемесячное погашение кредита составляло 500 миллиардов долларов. И в отсутствие кредитования вся денежная масса могла исчезнуть в течение 5-6 недель. Вот. Для избежания такого варианта предусмотрен выкуп ФРС. Вот. Выкуп ФРС на, опять же, открытом рынке облигации государственного долга США. Вот. Значит, что это из себя представляет? Есть некий рынок. Давайте тут его нарисуем. Вот. Точно такой же рынок, точно такой же бассейн. Вот. Только в нем плещутся облигации государственного долга. Это вторичный рынок его. Значит, когда ФРС выкупает, то есть изымает из состава обращающихся на рынке облигаций госдолга США некоторую часть, то и объем циркулирующих на рынке облигаций правительства США уменьшается. Но взамен денежная масса, вот так вот, прямо напрямую, минуя систему коммерческих банков крезитных, поступает состав денежной массы. И, соответственно, увеличивается опять у нас объем денежной массы. Но, как правило, оба эти механизмы используются одновременно. То есть они могут для того, чтобы, как только если доходит, допустим, до верхнего предела денежная масса, но регулятору нежелательно зажимать ставку, ну, чтобы инфляцию не разгонять. То есть, вот, рассмотрим пример. Достигла денежная масса предельного максимального значения. Ну, вот. Первый вариант, который напрашивается, зажать денежную массу, зажать кредит. Ну, и, соответственно, с размещением она, с погашением денежная масса будет стремиться вниз. Но если нежелательно гасить экономический рост, снижением, повышением, наоборот, этой ставки, вместо этого ФРС может делать обратную операцию, обратную вот эту его. Он может продать облигации в его собственности, вот тут некоторый кусочек. Значит, он продает, то есть, в состав обращающихся на вторичном рынке облигаций госдолга только попадает некоторая дельта, и на эту дельту увеличивается объем обращающихся на рынке облигаций госдолга США. И, одновременно, он же их продает, продает за что? За доллары? Доллары где? В составе денежной массы. То есть, они вот здесь вот уменьшаются. И денежки эти вот сюда вот попадают. Вот. И таким образом, то у ФРС больше, то меньше бумаг государственного долга США. Понятно с этим, да? Вот. Вот два таких механизма. Ставка больше, ставка меньше. Вот. И выкуп, и продажа облигаций госдолга. Больше никакие операции ФРС США выполнять не может. Почему они выкупали облигации этой фреди? Мэнг там нет. Ну, я вот предложил пока до КУЕ. То есть, вот в простоте ямайская денежная система функционирует вот именно таким способом. Вот. Теперь дошли мы до ситуации 2008 года, когда банки полностью перестали кредитовать население и бизнес. И денежная масса рисковала в течение... Вернее, денежная масса ничем не рисковала. А правительства США, ФРС рисковали опустошить денежную массу до нуля. То есть, вот, здесь у нас все закрыто, и 5-6 недель здесь пустота. Потому что отчуждение, ну, отчуждение залогов должно было произойти по-любому. То есть, правовая система США – это неотъемлемая и решающая часть и условия функционирования всей мировой финансовой системы. То есть, насколько она не коррумпирована, не безжалостна, вот, настолько стабильна вся мировая финансовая система. Ну вот, и, собственно, почему потребовалось введение вот этого сначала КУЕ-1? Ну вот, по простой причине регулятор ФРС и правительство США, и Сенат их, и Конгресс, были уверены, что цепкая хватка правовой системы США обезжает безнадежных должников. И вместе с их залогами, которые поступят в банковскую систему, а банковская система предъявит спрос на деньги из состава денежной массы, и она их получит, и отправит в ФРС тоже по-любому. А если она этого не сделает, то у ФРС, да, есть те самые 10%, которые он заберет. То есть, ну, собственно, капитал банка. Ну вот, банк тоже не может не погасить. Ну и видя, что это явление приняло массовый характер, было принято решение, и вот еще важно, почему это решение принято было. Почему, собственно, возникли облигации ипотечных компаний и страховых компаний. Тогда АИК и АИГ, да, и АИГ, потом Мюнихрэп и еще какая-то страховая компания. Они вошли в QE1. И плюс Фрадимак и... Кто еще там был? Фрадимак и... Фанимей. Фанимей, да. Да. В дополнение к облигациям правительства США, чтобы пополнить их состав. Почему? Это потребовалось делать. Значит, рассмотрим, опять же, как имитируются правительством США долги. Ну, для простоты они в двух видах. Это дисконтные облигации и купонные облигации. Ну, давайте... Ну, проще всего это купонные облигации рассмотреть. Это есть некий документ. Ну, правда, он уже в электронной форме. Там, по-моему, с 88-го года они бумаги не существуют. Значит, это документ, на котором написан номинал. Допустим, 1000 долларов. Вот. И, допустим, он на, там, 10 лет. Вот. И у него еще купоны. Вот. Ну, опять же, на 10 лет. И, соответственно, тот процент, который на первичном рынке сложился во время размещения этих ценных бумаг по данной серии и по данному релизу, он фиксируется в виде ежегодной, ежеквартальной или ежемесячной выплаты. Вот давайте рассмотрим, вот, допустим, 10... Это обыкновенный депозит, получается. А? Обыкновенный депозит. Ну, нет, это не депозит, это купонные облигации, получается. Вот. А значит... Депозитные? Ну, в принципе, да, можно и так сказать. Значит, допустим, на 1000-долларовый номинал было достигнуто 10% годовых, да? Ну, вот, то есть каждый год, и здесь фиксируется 100 долларов. Это первый купон, ну, по истечению, допустим, на то, там, 2008-го года, да? И серия там какая-то. Вот, как, этот очень запутанный и непонятный рынок облигаций, там всегда... А в отличие от депозита просто ими можно так же торговать, ими торговать, ими торговать, ими, торговать, ими, торговать, да? Да, да. И там вот как раз, там вот сейчас этот фокус и вылезет. Почему, собственно, они вынуждены были еще и ипотечникам? Вот, то есть здесь вот зафиксирована ежегодная выплата. Ну, предположим, что есть ежегодная выплата. То есть вы каждый год получаете 100 долларов, да? Будучи обладателем этой облигации. Ну, а в конце вы получаете 100 долларов и номинал. Вот. И это не про... Ну, в принципе, это да. Это процент от номинала. Вот. Теперь, значит, как образуется цена на вторичном рынке, на облигации? На, значит, облигации... Ну, опять же, не путать. Это первичный рынок, а вот это вторичный рынок облигации США. Проведение США. Вот, значит, они вот здесь вот в составе обращающихся на рынки облигаций США есть целая куча облигаций разной даты эмиссии, разной даты погашения и разных серий и, соответственно, процентов и купонных доходов. Вот. И рассмотрим простую ситуацию, когда... Здесь тоже очевидно, опять же. Тут, помимо ФРС, на вторичном рынке существует масса покупателей и продавцов этого облигации США, правительства США. И тут вдруг появляется какой-то массовый покупатель, в частности ФРС. Вот если ему надо, будет пополнить денежную массу. Что произойдет при приросте спроса? Ну, на любой товар. То есть, ну, цена его вырастет. Чем эта цена? Это будет цена на... То есть, цена на облигацию номиналом в тысячу долларов, на сколько-то вырастет? Ну, вот данной серии, данной даты выпуска, данной даты погашения и данного купонного дохода. Вот. И это будет премия к номиналу. Ну, то есть, обладатель некой купонной облигации, условно, на тысячу долларов, при котором был достигнут купонный доход в размере 100 долларов, то есть 10%, вдруг, значит, возникает спрос на эти облигации, да? И тогда что происходит? Они на рынке будут торговаться по большему, по большей цене. То есть, по 100, где-то там, ну, условно, 1100, тоже для простоты. Но этот купон никак не изменится. То есть, он так 100 долларов и будет. Вот. И рассмотрим другой вариант. Когда... Это в том случае, когда номинал растет. Что произойдет с облигациями, такой же облигацией, такого же номинала, тысяча долларов, но какого-нибудь там, 2007 года. И тогда там, допустим, могла ставка быть, ну, больше, меньше, ну, допустим, 12%. У него автоматически вырастет вместе с его номиналом, вместе с премией к его номиналу, вырастет, ну, грубо говоря, на равный процент, равный доход. Вот. То есть, к чему приведет повышение спроса на, причем массированное, на облигации госдолга США? К тому, что релизы прошлых облигаций возрастут резко в цене. Вот и все. Что повлечет за собой еще больший прирост спроса на них, то их будут стараться все больше и больше покупать, потому что они все больше и больше приносят доходы. И чем больше они приносят доходы, тем больше еще желания их покупать. И именно поэтому для того, чтобы... И, естественно, откуда это все возьмется? Из банковской системы, из наличных долларов. То есть спрос будет предъявлен к кому? И это может вместо того, чтобы повысить количество денег в экономике, наоборот их сократить. Так вот, для того, чтобы избежать прироста стоимости, прироста премии к номинальной цене облигаций, ФРС США тогда вынуждено было включить в программу ХУЕ, чтобы огромного спроса не было на эти облигации. Оно было вынуждено включить в выкуп КУЕ разрешенный облигации страховых компаний и ипотечных компаний. Ну и, помимо прочего, почему еще ипотечных? Потому что залоги, которые находились у ипотечных компаний, ну, в виде домов, там, земельных участков, при неплатежеспособности должников, могли оказаться предъявлены в обмен на деньги, опять же, из состава денежной массы, на рынке. То есть для того, чтобы Фенни Мэй не скинула целую кучу, там, десятки тысяч, сотни тысяч своих домов, отчужденных, им надо было дать деньги, вот и все. И вот таким вот способом удалось и удержать в равновесии объем денежной массы и не увеличить цену госдолга США. Вот у нас принято считать, что это мусор, облигации правительства США, но спрос на них всегда будет. И никакой они не мусор, и они потенциально, они дают очень огромный, очень большой доход. Причем доход не процентный, не купонный, а доход в виде премии к номиналам. То есть ваши старые, находящиеся у владельца старых облигаций релизы ценных бумаг США будут расти в цене. Не процентный доход по ним вырастет, а их цена вырастет. И там заурядная история, когда там какие-нибудь 30-летние облигации, которые были, ну там, начало 90-х, они в 2008 году стоили к номиналу коэффициент 5. Ну вот именно так. То есть прирост там очень огромный получался. Вот, вот так вот все это работает. Ну, понятно, нет? Да все это понятно, здесь вопрос есть на самом деле. Зачем тогда придумали деривативы, и зачем тогда придумали эти валютные резервы государства? Да, давайте отключимся. То есть этой схемой они вообще не нужны. Потому что тоже конца не будет. Нет, дело в том, что на самом деле... И к этому я еще и не братом. Нет, потому что деривативы и валютные резервы государства думали специально, чтобы деньги связывать. Чтобы те деньги, которые... Их слишком много. Так нет, где вы видите, Булат, что денег много? Я вот здесь вот как раз утверждаю, что денег очень мало. Так вот, а как деривативы это быть? Потому что... Потому что... Резервы деривативов сотни... Я уже не помню, но в десятки сотни-то раз это больше, чем... Больше, да. Так что такое дериватив? Это фьючерсы и опционы. Да, фьючерсы и опционы там... А что это такое? Фьючерс противоположен... Таким образом, эта пирамида симметрична. И она с 2009 года... К 2009 году она очень удачно схлопнулась и сама себя погасила. Слопнулась без катастрофы. И все, ее не стало. Вот сейчас вот она вроде бы как опять начала расти. Нет, опционы там, есть опционы какие-то там... Я согласен, на каждый фьючерс... Нет, если опционы, по-моему, нельзя противопоследовать. Есть опционы какие-то там... Нет, опционы это фьючерсы, это желание купить. Вернее, заявки желания купить. Нет, нет, опционы, два ряда опционов есть. Опционы это желание продать. Больше ничего. По-моему, и два ряда опционов есть. Которые на продажу и на покупку. А, фьючерсы отдельно. Нет, нет. Фьючерсы и опционы это две симметричные... Два симметричных инструмента. И их объемы равны. Объем фьючерса правильный на объем опционов. Вот и все. Они погасили друг друга и стал ноль. Поэтому тоже я их предлагаю из рассмотрения. Исключить. Тут самое интересное другое. Значит, первое, что самое главное. И при чем тут Путин? 50 минут прошли, нет? По-моему, больше, наверное. Да, да, прошло. Все, пора на Путина найти. Да, сейчас на Путин даем. Таким образом, смотрите, собственно, из этой схемы следует... Ну, при условии, что мы исключили из рассмотрения ту часть банковской системы, которая занимается кредитованием, и фото, о которой справедливо Александр Дмитриевич отметил, и ту часть финансового рынка, которая была только что, сказал, фьючерсы и опционы. Вот все это мы исключаем, потому что они симметричны. Остается неравноместным только один компонент мировой финансовой системы. Это денежная масса долларов. Почему? Потому что ее состав выполняется с размещением кредита, а изъятие из ее состава денег происходит с погашением кредита. Здесь, значит, размещение с мультипликатором, а погашение с демультипликатором. И банковская система, денежная система долларовая, стремится, в принципе, к ничтому. То есть она всегда стремится к нулю. В этом ее суть. Долларов не много, долларов, наоборот, очень мало в экономике. И все доллары всегда стремятся к тому, чтобы закончиться. Даже исходя из простого факта, что, опять же напомню, скажу на прибывшем, потому что кредит положительный. То есть для того, чтобы состав денежной массы сохранял хотя бы стабильность, поскольку выносится с некоторым дельтой тело кредита плюс дельта, то на следующем инвестиционном цикле надо сюда добавить еще плюс дельту. А в том случае, в ситуации 2008 года, когда полностью было прекращено кредитование, а правовая система США обеспечивала беспрекословное погашение, денежная масса стремилась к нулю. Вот и все. Значит, при чем здесь Путин? Давайте сейчас прервемся, а потом все на телевизоре будет у Игоря. Хорошо?